привет мои хорошие итак у меня знаете какая какой к вам вопрос я знаю что очень много новеньких присоединилась в мой аккаунт да и у нас сейчас с вами интенсив но знаю точно что не все забрали подарки напишите мне привет кто подарки забрал плюсики кто еще не забрал в шапке профиля напишите минусики и забирайте обязательно после эфира потому что подарки будут сохраняться сутки пока эфир у нас будет висеть будут подарочки потом мы их уберем потому что подарки очень ценные привет 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 мой хороший очень рада вас всех видеть так минус нет как же так как же так надо забирать подарки как за 21 день наладить чек-лист правильное питание у меня там совершенно уникальная техника радуга стройности на гармонизацию всех центров потому что они просто диетолог я энергодиетолог я помогаю еще энергетически помимо традиционного образования у меня есть международное образование и энергетическое чуть-чуть я волшебница скажу вам по секрету возьмите обязательно ручку блокнот обязательно потому что сегодня будет много интересного а самый тупой карандаш острее нашей памяти поэтому пожалуйста возьмите и еще девочки у кого есть весы сходить и взвесьтесь потому что у нас сегодня с вами будет совершенно уникальная медитация после которой народ сбрасывает очень хорошо вес поэтому сходите не поленитесь взвесьтесь может быть нам с вами будет сегодня как говорится надолго мы с вами встретимся если кому-то хочется серьезно разобраться с правильным питанием а может быть у кого-то лишний вес привет привет мои хорошие спасибо за сердечки очень рада это меня очень вдохновляет и я думаю что уже достаточно времени прошло немножечко представлю для тех кто меня не не знает я уже немножко начала вам рассказывать да что я родионова марина у меня есть такое духовное имя радуга еще меня так зовут самый позитивный характер и за то что у меня народ стройнеет весело радостно и с удовольствием вот такие вот дела у нас происходит и самое интересное это то что моя система она очень просто ну да сейчас вам конкретно прямо про всю систему рассказывать не буду потому что цель не об этом я сегодня вам расскажу то что вы можете максимально эффективно ежедневно для себя применять поэтому взвесились девочки обязательно взвесьтесь сейчас потому что еще раз говорю кто только что присоединился будет медитация и на завтра вес у вас будет меньше а вам гораздо будет веселее стройнеть если есть такое желание когда вы будете видеть результат правда ведь поэтому идите взвесьтесь и вот я здесь читаю у меня ноутбуки есть вопросы мне задали такие вопросы к нашему вебинару бывает ли ночной у меня мы бывают ночной жорик у кого бывает ночной жорик а вы пока пишите я вам дальше продолжу о себе я в профессии уже 20 лет одна из первых начала проводить в онлайн потому что я переехала в москву к мужу и 10 лет в онлайн провожу системы стройности я их не называю похудение мне не нравится это слово на система стройности обновления организма очищение обновления подбора персонализированного питания это то что помогает используя используя свою уникальность всегда быть красивыми счастливыми и довольными а это самое главное нам девочкам немножко не надо правда нам надо все и сразу у кого ночной жорик там плюсики я вижу ага а кто то минусики нет ночного жорика молодцы а кто то вообще сказал чтобы вы не спросили я ни за что ничего не отвечу понятно все она сладкая кого то бывает тянет тоже напишите мне чтобы я как бы знала о чем мне сегодня говорить потому что у меня есть очень интересные по глютену и по другим вещам чтобы информации много чтобы максимально рассказала то что хотите услышать так уже не тянет но я тут вижу кого не тянет кто у меня уже был в программе да 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 есть тут девочки которые у меня уже были в программе напишите насколько постройнели еще бывает мне говорят очень скачет настроение то есть то хорошее настроение то тут же плохое настроение у кого такая история так очень редко понятно а и почему я просила чтобы писали больше мне в директ потому что очень часто девчонки стесняются написать и вот мне пишут что мне кажется что муж не очень внимательный наверное со мной что то не так ребенок родился и у нас поменялось да немножко жизнь еще скажите мне пожалуйста девочки напишите очень вас прошу сколько ваш возраст и сколько вашим деткам напишите я знаю что тут есть у нас некоторые бабушки и это очень хорошо потому что очень часто детки ходят к бабушкам и нужно понимать как они должны питаться правильно таким образом они должны питаться сколько лет так вы пока пишите мы с вами вот что дальше поговорим слегка стал большой животик вот мне буквально сегодня написали что растянулся живот грудь уже не такая красивая как раньше что с этим делать да поднабрался вес да веселый диетолог меня еще называют да спасибо потому что со мной стройнеть легко и весело и с удовольствием обязательно 35 детки 10 месяцев хорошо 23 ребенку 1,9 угу настроение часто скачет ага у нас тут один чат активный а другой вообще ни разу не активный девчулечки просыпаемся мои хорошие просыпаемся кто у нас там не активный кто у меня активный тому минус 2 килограмма кому надо а тому плюс только напишите мне а то я не ту энергию вам пошлю так вот я хочу вам сейчас поставить один ролик вы мне только скажите слышно вам его будет или нет очень важный ролик сейчас поставлю надеюсь будет слышно вроде бы тестировала было хорошо так сейчас я музычку выключу и поставлю мои прямые эфиры всегда не такие как у других поэтому слушайте внимательно все что я говорила имеет очень большое значение девчоночки те кто уже тоже у меня из программы построение или тоже для вас это будет то что я изучала в превентивной медицине это информация последняя информация превентивной медицины ученые про глютен нам рассказывали вот здесь небольшой кусочек вот послушайте скажите слышно внимание перед вами опаснейший преступник глютен также известный в россии под именем клейковина он обвиняется в целой серии преступлений против человечества скрываясь в безобидных злаках этот коварный белок на протяжении тысячелетий лишал нас здоровья из-за него мы погрязли в пищевых аллергиях страдаем от эпидемии аутоиммунных заболеваний ожирения депрессии слышно такие обвинения звучат в адрес глютена последние лет бед за это время дело обвиняемого буквально разбухло от количества злодеяний которые ему приписывают а мир разделился на два лагеря одни призывают немедленно переходить на безглютеновое питание другие считают что все эти нападки лишь маркетинговые козни так на чьей же стране правда почему вообще этот пилот попал под огонь критики и наконец каким образом для себя разрешить зилемму и есть или не есть глютен так есть или не есть глютен слышали что-нибудь по поводу того что сейчас злаковые достаточно вредны для организма будет в записи в записи я думаю будет хорошо слышно потому что здесь не очень интернет у нас слышали что-нибудь все дело в том что сейчас тело набирает вес из-за того что у нас очень плохо усваивается вот этот белок растительный почему раньше он у нас усваивался а сейчас не усваивается немножечко вам расскажу а потом мы с вами поговорим именно о том как ваше тело после родов восстановить улучшить тугорк и так далее да потому что про глютен это очень очень важная информация последние исследования и та химия которая у нас происходит в организме она совершенно изменилась почему почему наши бабушки дедушки ели этот белок да растительный глютен и с ними ничего такого грустного не происходило а все из-за того что у нас сейчас пшеница рожь и так далее геномодифицированная в нее введен ген скорпиона для того чтобы она не портилась потому что население растет раньше же не было столько населения правильно растительной пищи было очень много зимой ели мясную пищу вот этот хлеб который мы видим в полях там режут его там потребляют его было потребление по исследованиям от 7 до 14 процентов что у нас сейчас происходит у нас сейчас конечно потребление на каждом углу у нас там макпики всякие у нас булки продают у нас торты всякие у нас чего только нет соблазнов целая куча и мы постоянно ходим здесь пахнет здесь пахнет и мы к сожалению обуславливаемся всеми этими запахами и идем на эти запахи знаете как в мультике такие и пошли и пошли и к сожалению не мимо и потребление в организме глютена растет сейчас вместо 7-14 процентов у нас 70 процентов глютеновой зависимости у людей а вот этот вот ген скорпиона что он сделал со спиралью ДНК пшеницы то есть спираль ДНК стала в несколько раз длиннее в два раза длиннее то есть это уже не те злаковые которые потребляли наши бабушки и дедушки это уже не зародыш пшеницы это уже уродыш пшеницы понимаете привет привет как я рада вас видеть всех я вижу знакомые лица кто уже у меня стройнел мои лапочки хорошие мои девчули мои красоты так вот и за счет этого клейковина у нас увеличивается но даже тогда когда бабушки и дедушки ели может быть кто то знает раньше обои приклеивали раньше не было синтетических клеев поэтому обои приклеивали чем клестером разводили клестер и это клей так вот это клейковина она намного намного усилилась сейчас теперь клейковины вот это вот способность склеивать она во многократ больше что происходит в нашем кишечнике когда попадает туда кусок батона или торта ну про торт я вообще отдельно расскажу предположим хлеба да или пшеницы какой нибудь ну макарон ну хотя бы твердых сортов ну уж не настолько вредно да но каких то там попроще у нас это в желудке все перерабатывается в клей и вот 8 метров нашего кишечника тонкого где вот есть такие вот представьте ворсиночки которые должны продвигать пищу к эвакуации да может быть кто то видел внутри у нас кишечник имеет такую в трубочке такие ворсиночки они двигают 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 пищу на эвакуацию так вот этот клей он заклеивается полностью мало того у нас получается что пища то не продвигается это раз а вернее плохо продвигается во вторых у нас получается какая с вами история что питательные вещества из-за этого клея у нас не всасываются вот такая вот история витамины и минералы у нас идут все в унитаз а вот этот клей он замазывает замазывает до такой степени что естественно потом происходит проблема желудочно-кишечного тракта от чего такие а потом синдром дырявого кишечника гипотериоз изжоги и различные различные вещи почему я сегодня говорю об этом на нашем марафоне для мамочек с детками потому что очень важно чтобы именно мамочки сформировали правильное питание для своих деток и чтобы они понимали конечно полностью исключить глютен это нереально тут глютен исключим потом сахар исключим потом еще что-нибудь посленовые там тоже есть но нужно очень понимать какой ответ тела есть у вас особенно после родов есть уникальная возможность перезагрузить организм потому что был организм перестраивался совершенно вся иммунная система перестраивалась на другие вещи вот кто-то пишет да детки маленькие у вас привет привет маленькие детки и в период беременности в период лактации совершенно другая гормональная система когда вы заканчиваете кормить организм по идее должен сам перестроиться и сбросить лишний вес который набрали при беременности потому что это нормально время от времени особенно в период беременности набирать или там у женщины в климактерический период но в этот момент надо очень четко уловить вот эту грань когда нужно перезагрузить свою клетку на работу правильную на правильную гормональную работу для этого я всегда рекомендую детокс это особенно детокс который под руководством специалиста он полностью перезагружает клетку обновляет ваш организм клетка забывает что она была там беременная или толстая или там климактерический период кстати никто раньше не говорил об этом и не мама никто поэтому когда женщины вступают в этот период они очень удивляются что происходит с весом все очень закономерно и предсказуемо клетка перезагружается и начинает работать правильно вот в этот момент лучше всего понимать насколько глютена вам нужно сколько сахаров вам нужно потому что ответ тела очень тонкий даже сейчас вы можете заметить допустим вы съели что-то у вас быстрая утомляемость я недаром спрашивала почему а сколько какая у вас утомляемость а быстро ли вы утомляетесь а есть ли у вас такие признаки а есть ли лишний вес кстати напишите мне девочки есть ли лишний вес и сколько если есть то сколько сколько хочется убрать так вот чем очень неприятное вот это ответ тела на глютен тем что у вас у нас у всех кто вот есть глютен есть скрытая скрытый воспалительный процесс у кого-то больше у кого-то меньше и мы его не ощущаем в принципе хорошо если кто-то ощущает да вот иногда спрашиваешь человека вот виноград поел там на сахар на кандиду сразу идет ответ реакции 7 килограмм 5 килограмм 10-15 девочки 5-7 килограмм у меня у народа уходит за две недели 10-15 за месяц приходите постучитесь разберемся с вами подберем обязательно что-то подходящее не носите с собой эти все телеса потому что тело надо носить гордо а не перетаскивать с места на место потом это вы еще ведь понимаете мы же пухляши допустим можем выглядеть и так хорошо но ведь дело в том что на суставы очень большая реакция идет и тело понимаете стареет очень быстро поэтому нужно убирать я же сама была из тех пухляш которые сбросила прилично я я знаю что такое вот эти вот все лишние килограммы когда невозможно ногти на ногах постричь когда невозможно согнуться разогнуться и так далее но что говорить про девчонок молоденьких то есть конечно хочется выглядеть хорошо конечно хочется чтобы максимально подтянутый был силуэт да вот сегодня у нас с вами будет медитация все кто будет внимателен и досидит до конца эфира сейчас подсобираемся и я знаю что многие будут смотреть в записи меня предупреждали время такое выбрала специально с одной стороны могут мужья прийти девочек освободить с другой стороны мужья у нас иногда требует внимания да поэтому будет в записи обязательно дождитесь медитации на сокращение желудка и уменьшение аппетита новая медитация я сегодня ее создала так скажем поэтому можно будет послушать привет привет так вот вот этот вот это скрыто вот этот скрытый воспалительный процесс он очень разрушает организм изнутри вроде бы как течет медленно я говорю хорошо если допустим виноград съел человек и у него это вспучило живот и он уже больше потом не хочет думаю да ну его как бы чувствует тело никто же не хочет ходить с огромным вздутым животом и это испытывать неудобства в общественных местах да а на вот это скрытый глютен реакции можно не отследить это может быть повышенная сонливость после еды это может быть плохое засыпание это может быть наоборот нервозность у кого что а нужно только бывает исключить какие-то один-два продукта кто-то на молочку да кто-то на глютену кого-то что-то вот очень важно найти для себя этот продукт вот на своей программе я помогаю это найти потому что у человека часто очень бывает только на один-два продукта поднимается вес а мы на всякий случай не едим кислое, соленое, сладкое и так далее да все подряд не едим и чувствуем себя несчастными у меня после прохождения программы запрещенных продуктов нет кстати говоря кто видел мой сторис да я вчера показывала как я сидела ела там гречневую лапшу себе спокойно очень вкусная лапша безглютеновая вчера подружку последний день у нас была фотосессия провожала ее и мы зашли в ресторанчик и себе там заказали интересные там всякие вкусняшки очень вкусный чай была пироженка вот кто видел да вот была вот такая маленькая пироженка она из ягод из белка сверху покрыта ну в общем короче говоря совершенно натуральная там глютена нет ни грамма так вот это пироженку мы с машей разделили пополам мы насладились потому что вкус у второй виноградины такой же как у первой зачем себя мучить излишним потреблением пищи нам достаточно чуть-чуть но это я вам сейчас могу сказать что нам достаточно чуть-чуть на самом деле очень тяжело остановиться когда желудок растянут а мамочкам после родов ну у нас же как вот смотрите у нас же с вами что получается во первых у нас от родителей очень много мусорных программ там хлеб всему голова да помните будешь пить молоко будешь прыгать высоко будешь бегать далеко я помню я в школе училась у нас такой плакат висел общество чистых тарелок обязательно все доедать так вот у нас сейчас в программе у нас есть такое высказывание доедают только свинки а вот когда малыш родился ну как это не доел мы в рот выбрасывать же жалко печенька валяется малыш бета раз мы идем подняли в рот чего-то там кашку не доел еще что-то не доел оп оп а еще завтрак обед и ужин правда а еще у нас какие вещи бывают от беременности от родов у нас новые привычки новые мусорные программы закрались почему потому что эмоционалки то не хватает раньше же ходили и на дискотеки и в кино почаще правда в театры ходили двигались друзья в гости приходили так ведь а сейчас когда ребенок дома лишний раз уже понятно не сходишь хорошо если бабушки выручают но жизнь поменялась и вот сидишь дома вроде бы раз кусочек кусочек лишний эмоционалку то надо как-то удовлетворять а чем проще лишний кусочек шоколадочку вкусняшку какую-то где-то за ребенком подъел лоб уже килограммчик другой третий куда его девать кто у нас там я знаю старшие группы детского сада уже которые бабушки присутствуют у меня на эфире то же самое те же мусорные программы внук пришел за ним до ели так что здесь этот эфир можно слушать кому угодно по поводу вот этого правильного питания и понимания что мы едим когда и сколько я говорю амарха ям сказал запрет ли на закон считающийся с тем где пьется и когда и много ли и с кем когда соблюдены все эти оговорки да перефразируйте есть признак мудрости не порог совсем это же прямо он говорил про питание то же самое со спиртным да затем что у нас еще происходит у нас отсутствие привычных эмоций да другие эмоции появились от ребенка понятно появились эмоции привет привет девчули мои красотули мои стройняшки настоящие будущее я очень рада вас видеть а кто попозже пришел советую пересмотрите все таки сначала потому что я же не просто диетолог я энергодиетолог а я вас всех чувствую очень хорошо и когда я присоединяюсь то речь моя может быть чуть-чуть замедленная потому что я ну сложно знаете соединить и энергию врача и энергетику энергодиетолога да поэтому может быть какая-то сбивчивость я ваши еще вопросы мысленно слышу но не пугайтесь у меня очень много традиционного образования и вот сейчас я поеду учиться опять издавать экзамены в москве по новой совершенно программе интересной потому что мы договорились сколько я зарабатываю я все трачу на обучение с мужем договорились то 10 процентов оставляю там на шпильку булавки потому что мне это очень интересно я не из тех диетологов которые сидят в кабинете да и рассказывают это как-то пришла и мне говорят ну не говорила что я сама да коллега а я пришла и говорю вот вы знаете мне бы мне бы хотелось услышать ваши рекомендации по питанию они говорят так у вас вроде лишнего веса нет я говорю ну все равно они говорят ни в коем случае в возрасте после 40 нельзя много сбрасывать веса нужны женские значит гормоны где-то должны жить я говорю у меня все в порядке с этим мне муж не разрешает слишком худеть и что она мне выдала за лист как вы думаете она мне написала утром белок значит и кусочек небольшой жира правильного типа авокадо или масла затем зелень углеводы в обед она мне написала суп белок углеводы в ужин белок прекрасно а то никто этого не знает у нас сейчас в интернет зайди почитай там что только нет правда там очень противоречивые вещи иногда пишут даже то что каша овсяная полезна да кому она полезна кто знает кому полезна овсяная каша кто у нее проходил тот знает расскажите ладно не буду вас долго мучить расскажу вам овсяная каша полезна тем у кого проблема желудочно-кишечным трактом у кого проблема желудочно-кишечным трактом тому надо питаться пять шесть раз в день и смазывать вот этот пищевод той пленочкой вот этим клеем который не дает возможности воспалиться процессом гастрита язва и так далее вот кому а всем остальным это вредный вредный глютен и не надо его есть вообще и нормальным людям с нормальным без проблем желудочно-кишечного тракта питаться нужно два-три раза в день не больше понимаете но достаточно плотно с хорошим белком с хорошим жиром с правильным с правильной клетчаткой длительного действия да фрукт есть к примеру там два пару фруктов в день после основного приема пищи кто-нибудь вам это говорит когда-нибудь вот я иногда хожу на пп аккаунты вы знаете я развлекаться честное слово туда хожу каких-нибудь понатыкают советов общих но я вот вам вроде бы сейчас достаточно общие говорю потому что я не так как у меня на программе где я с каждым человеком даже в группе работаю индивидуально да потому что я спрашиваю какой какая привычка питания какой возраст какие заболевания там сколько ребенку лет или там месяцев период лактации я не беру в программу потому что там другая вещь уже после кормления обязательно можно и перестраиваем организм на правильное омолаживающее действие и подбираем каждому персонализированное питание аккумулятор тык-тык-тык минуточку девочки ответственный момент сейчас попробуем перезарядить оп как быстро разряжается надеюсь я подсоединю так вот о чем я там говорила это вот видите я человек поточный я только настроилась на что-то переключилась и привет а на то что мы подбираем персонализированное питание с каждым отдельно разговариваем но тем не менее уже сегодня кто с ручкой с блокнотиком сидел те наверняка уже записали для себя много интересных моментов которые пригодятся точно в жизни какие у нас еще привычки с рождением детей привычка есть за двоих да когда мы были беременны и нам говорили да не беда да ешь не у нее не проблема тебе сейчас есть за двоих привет привет рада видеть вас мои хорошие и у нас уже ребенок то родился мы даже уже откормили а привычка то остается за счет чего когда я училась у госпожи Черниговской в институте мозга она нам рассказывала что у нас в лобных долях мозга формируются новые нейронные связи так вот эти новые вернее наши старые нейронные связи по поводу того что мы питаемся все подоедаем да за двоих питаемся они у нас уже как канавы прорытые да так вот нужно новые установки рельсы проложить поверх вот этих вот канав и мы укладываем рельсы укладываем шпалы и формируем новые пищевые привычки но делаем мы это легко и весело и с удовольствием причем мы делаем это елки палки быстро надо за счет еще разных трансовых техник давайте я вам сейчас поставлю трансовую технику чтобы мы с вами успели завершить правильно и так сейчас я вас прошу расположиться поудобнее и прямо сейчас для вас проведу замечательную трансовую технику на сокращение желудка и уменьшение аппетита и заодно ее запишу для ютуба кстати если вы наберете марина радионова радуга то вы попадете на мой канал где очень много разных полезностей и свободном доступе закрываем глазки устраиваемся поудобнее и для тех у кого есть лишний вес скажите себе я приняла решение стройнеть омолаживаться оздоравливаться и каждую минуту своей жизни помнить о том что приняла это решение я умею управлять своим аппетитом умею запускать обмен веществ стройнеть молодеть омолаживаться оздоравливаться теперь я знаю что это возможно и понимаю как это происходит сначала в голове затем в теле а потом и на клеточном уровне я помогаю своему телу понимаю какую пищу когда и сколько есть для красоты легкости здоровья молодости я насыщаюсь небольшим количеством пищи я питаюсь разнообразно вкусно легко снижаю вес до нужного мне результата и сохраняю достигнутые результаты мое сознание свободно от всех мусорных программ и страхов мой организм очищается омолаживается я помню что ежедневная медитация перезагружает мой организм снимает напряжение расслабляет и помогает мне прийти к лучшей версии себя я сравниваю себя только с собой вчерашней и знаю что моя счастливая жизнь только в моих руках и слышны звуки музыки слышны звуки моего голоса и какие-то другие возможно шумы и шорохи и разум помнит разум знает что любой звук любой даже случайно шорох будет помогать очень четко отделять состояние приятной расслабленности от состояния активной бодрости и абсолютно в любой миг времени самостоятельно можно будет вернуться в более активное состояние сознания а можно просто позволить своему телу отдохнуть восстановить силы и при этом использовать энергию разума для восстановления насыщения даже от очень маленького количества пищи а сейчас вверху справа вы представляете свой идеальный образ тело красивое упругое глазки лучатся талия тонкая округлые подтянутые бедра радуют своей сексуальностью грудь упругая животик подтянутый кожа эластичная иду королева ловлю восхищенные взгляды мужчин и концентрируясь на ощущениях в области желудка можно представить почувствовать как этот плотный энергетический окон плавно равномерно со всех сторон уменьшает стенки желудка плавно и постепенно а внутренний разум может просто наблюдать за тем как это происходит прямо сейчас и представляете свой идеальный образ и делаете вдох и выдох внутрь тела и еще раз делаете вдох и выдох внутрь тела а энергетический кокон плавно сжимает уменьшает объем желудка вызывая его рефлекторное сокращение а тело запоминает новый размер новый объем при котором достаточно даже маленького количества еды чтобы ощутить чувство сытости и каждая клеточка каждая частичка тела прямо сейчас направлена на достижение поставленной цели и в тот момент когда разум услышит четкий ясный понятный сигнал в виде цифры 5 подсознание завершит эту работу которую важно завершить для того чтобы продолжить ту работу которую важно продолжить и уже сейчас мощный энергетический кокон восстанавливает нормальный физиологический объем желудка сохраняя этот объем поддерживая его это то состояние когда само тело говорит стоп мне достаточно маленького количества съеденной пищи для того чтобы насытиться ощущая лягкую сытость итак 5 и можно позволить своему подсознанию завершить эту работу успешно и вместе со звуками мелодии потихонечку возвращаться в эту реальность и возвращаться в активное состояние представляем яркую светящуюся точку в центре головы и понимаем что мы живем в замечательной изобильной жизни изобильной эмоциями пищи и для нашего насыщения нужно маленькое количество пищи и пусть все сложится наилучшим образом для вас и в конце вы можете сказать с любовью и благодарностью принимаю и открываем глазки и возвращаемся о какой медитации я вам говорила о той медитации которая у меня в шапке профиля в моем профиле у меня есть уникальная медитация которую нужно слушать месяц подряд там идет накопительный эффект и она стабилизирует гармонизирует состояние убирает лишний вес помогает вам больше чувствовать себя осознанными прямо помогает вам легче вас рука все меньше и меньше тянется за лишней вкусняшкой какой-нибудь сладкой потому что иногда очень часто бывает такая история что вы сами того не зная думаете что это вы любите сладкое на самом деле вы просто раскормили свою кандиду кандида это такая бактерия которая от сладкого размножается понимаете она у нас у каждого есть эта бактерия у кого-то она в небольших количествах а у кого-то она руководит вами так вот вы имеете тело или тело имеет вас задайте себе вопрос и у меня к вам большой сюрприз я сейчас заканчиваю этот эфир поскольку очень много информации еще про молочные продукты как правильно их принимать очень много информации как деток кормить стоит ли их по режиму или не стоит я вам предлагаю присоединиться в шапке профиля на время пока будет висеть эфир будет действовать а заполнить анкетку и целую неделю я буду с вами в ватсапе на связи и те кто хотят постройнеть постройнеют за неделю от трех до пяти килограммах легко я вам расскажу как и прямо там же мы за эту неделю это сделаем для тех кому не нужно стройнеть я вам расскажу про питание побольше понимаете это у вас в чате останется я вам сброшу полезности которых у меня очень много я вам хочу подарить такую возможность для этого нужно пройти в шапку профиля заполнить анкетку там простую из нескольких вопросов это попадет ко мне ватсап я вас присоединю в чат и будем целую неделю с вами на связи вы будете на связи с веселым диетологом Мариной Радугой была очень рада что вы уделили внимание своему телу своей осознанности своей красоте а самое главное если вы научитесь правильно питаться правильно выбирать сочетание продуктов вы сможете и малыша своего правильно накормить а это важно желаю вам всем стройности желаю вам всем счастья бодрости и радости стройните молодейте хорошейте а это вам все кто не успели взвешаться сходите взвешайтесь срочно потому что завтра на утро вы взвешаетесь будете весить ну кто на 300 кто на 500 кто-то на 800 грамм меньше чем сейчас это после этой медитации очень хорошо уходит вес а те кто будут у меня успеют зарегистрироваться я видите дело в том что народ очень инертный поэтому я не не это как говорится не не особенно напрягаюсь но я вам скажу честно я возьму просто первых 10 человек девочки поэтому успевайте ну но может быть 15 возьму потому что больше мне не подтянуть я же еще энергетикой вам своей буду помогать поэтому кто успеет ну кто будет в записи смотреть и им прямо вот край надо ну это заполняйте анкету и прям пишите в личку что я вот ну к сожалению смотрела в записи там возьмите возьмите я постараюсь постараюсь но я надеюсь ведь бывает так что люди посмотрят и забыли поэтому я вас приглашаю не забывайте успевайте всегда будьте первыми активными позитивными и будет нам счастье желаю красоты и стройности ловите энергию веселого жиротопика и пусть у вас жир топится и скажите ему пока и завершаем ну не забывайте